Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Огромные кратеры на дне Баренцева моря Климатический обзор за неделю Библиотеку из выброшенных книг в Колумбии Путешествия по следам ДНК В 90-х годах 20 века российские геологи обнаружили на дне Баренцева моря кратеры диаметром в несколько сотен метров, похожие на те, что образовывают падающие метеориты Ученые из Арктического университета Норвегии в Тромсю отправились к берегам острова Медвежий возле которого пролегает линия вечной мерзлоты для изучения этого загадочного явления Там они обнаружили еще больше воронок диаметром до километра и глубиной до 30 метров Глубоководные аппараты, опущенные на дно кратеров показали, что через них на поверхность вырывается метан запасы которого залегают в приповерхностных грунтах Арктики Возле кратеров находятся курганы высотой 15-20 метров напоминающие перевернутые блюдца Эти курганы показывают, как и когда образовались кратеры Ученые выяснили, что они появились 12 тысяч лет назад после ледникового периода Ледниковая шапка давила на грунт океана приводя к накоплению в нем значительных запасов метановых гидратов соединений воды и метана в прослойке толщиной 400 метров При таянии льда гидраты начали концентрироваться в курганах и таять создавая зоны высокого давления что привело к выбросу большого количества метана в атмосферу что в свою очередь оказало влияние на климат не только Арктики но и всей планеты Нечто подобное, учитывая активное таяние ледников по мнению ученых, может произойти и сегодня 9 декабря Австралия В штате Новый Южный Уэльс весной пожар охватил территорию в 1800 гектаров В городе Графтон выпал град размером с мандарин ЮАР У города Мамбела, провинции Мпумаланга, выпал град размером с куриное яйцо В течение дня на планете было зафиксировано 330 землетрясений Из них 48 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,1 11 декабря Португалия Обильные дожди во время шторма Ана вызвали затопление улиц и сход оползней В течение дня на планете было зафиксировано 268 землетрясений Из них 24 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 11 декабря Индонезия В городе Джакарта проливные дожди вызвали наводнения Местами уровень воды достигал 1 метра ЮАР В провинции Гаутенг от торнадо пострадали 1100 человек Эвакуировано 300 жителей Повреждены сотни домов Франция На Атлантическом побережье сильный ветер со скоростью 41 метр в секунду Оставил 120 тысяч жителей без электроэнергии Великобритания Из-за сильных снегопадов в стране закрыли сотни школ Обесточенный 107 тысяч домов В южном Уэльсе выпало 32 сантиметра снега Бразилия В штате Минос-Жерайс проливные дожди вызвали паводки исхождения оползней Италия В областях Эмилия-Романья, Венеции и Пьемонт Сильные ливни привели к оползням и наводнениям Вызванным повышением уровней рек Из области Эмилия-Романья эвакуированы 2000 жителей В течение дня на планете было зафиксировано 317 землетрясений Из них 59 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,9 Пример доброты и человечности В колумбийском городе Богата мусорщик Альберто Гутьерес 20 лет собирал выброшенные книги, из которых создал библиотеку в своем доме Коллекцию открыла Анна Каренина, Льва Толстого Сейчас библиотека насчитывает 25 тысяч книг Среди местного населения она пользуется большой популярностью Школьники даже назвали ее хозяина книжным лордом В своем увлечении Альберто находит поддержку у жены и троих детей Которые помогают ему содержать библиотеку Сам же он не только не бросил свою профессию Но и готовится к экзаменам в школе Так как из-за бедности семьи Вынужден был в детстве прервать свое обучение Если каждый делает добро в пределах своих возможностей Возможности добра становятся беспредельными 12 декабря Иран В результате нескольких землетрясений магнитудой 5,4-5,9 в провинции Керман-Шах было разрушено 50 зданий Пострадали более 100 человек Австралия В районе города Графтон прошел крупный град размером с теннисный мяч Некоторые градины достигли 8 сантиметров На юго-восток штата Квинсленд обрушился шторм Вследствие которого 13 тысяч домов были обесточены Во время грозы зафиксировано 133 тысячи ударов молнии Это аномальные показатели Которые наблюдаются последние месяцы на континенте Вместе с разрушительными ветрами и несезонным снегом Австрия От сильного ветра пострадал город Лайтниц Россия В городе Южно-Сахалинск в результате циклона выпала полумесячная норма осадков Обесточены несколько поселков Босния и Герцеговина От сильного ветра пострадал город Баня-Лук Финляндия Из-за сильного снегопада без электричества остались 20 населенных пунктов В течение дня на планете было зафиксировано 311 землетрясений Из них 60 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,2 13 декабря Украина От сильного ветра пострадали Ивано-Франковская и Черновицкая области Колумбия В городе Флорида-Бланка оползень повредил 12 домов Аргентина Провинция Тукуман пострадала от шквалистого ветра В течение дня на планете было зафиксировано 311 землетрясений Из них 43 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,5 14 декабря В провинции Ифран неожиданно выпал снег Высота снежного покрова достигла 15-25 сантиметров Филиппины Вследствие наводнений и оползней, вызванных тропической депрессией Уруджа, с острова Минданау эвакуировано 900 человек В течение дня на планете было зафиксировано 323 землетрясений Из них 39 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 Не борись с темнотой Как бы то ни было, она не имеет никакой власти Просто включи свой свет Джефф Фостер 15 декабря Украина На Закарпатье образовался паводок Индонезия На острове Ява, вследствие землетрясения магнитудой 6,5 на глубине 92 километра, были повреждены дома Пострадали десятки человек Филиппины Провинция Восточный Самар пострадала от обильных осадков В течение 24 часов выпало 780 миллиметров осадков Пакистан На севере страны в районе Гольят местами выпало более 90 сантиметров снега В течение дня на планете было зафиксировано 345 землетрясений Из них 65 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,5 На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов В течение недели произошло 447 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов И на глубине, не превышающей 20 километров Наиболее активными были вулканы Хроу-Мюн-Дартин-Дюр в Исландии, а также Клир-Лейк и гора Мамот в Калифорнии Также произошло 5 землетрясений в 30 километрах от кальдеры Йоллоустоун С максимальной магнитудой 1,9 Всего за неделю более 3200 человек стали климатическими беженцами Международный туристический портал Мамонда провел необычный эксперимент Путешествие по следам ДНК, чтобы сблизить все нации и планеты Были приглашены 60 представителей разных национальностей для изучения их ДНК Чтобы показать, что всех людей объединяет очень многое Авторы проекта задались целью Помочь людям больше узнать о своих корнях и сделать этот мир более открытым Сначала все шаблонно отвечали, что их страна и национальность самые лучшие Но когда люди получили результаты тестов Отношение к другим национальностям у них кардинально изменилось Люди увидели, что их родовые корни уходят за пределы одной страны и даже одного континента Если бы каждый знал, насколько разнообразна их семейная история Мир был бы намного лучше Поделился один из участников эксперимента Мир без границ начинается с мира без предрассудков Как говорится в книге Анастасии Новых «АллатРа» Люди смотрят на крону деревьев, но не видят корней А суть заключается в следующем Все люди равны И в первую очередь в условиях заточения в этом материальном мире В характеристике своей духовной и животной природы В скоротечности своей жизни и временности пребывания в этом мире Все люди рождаются и умирают в одиночку И все имеют свою духовную судьбу, которую сами же и формируют своим выбором Все люди по природе своего духовного начала добрые Потому что у каждого есть душа И в этом смысле все являются родными и очень близкими друг к другу Ведь души едины Они из мира Бога И это объединяет всех людей Независимо от социального статуса, места проживания, вероисповедания и национальности их тел В каждом человеке живет любовь То, что делает нас живыми Избавляясь от разногласий, учась жить в мире и гармонии с окружающими людьми Человек взращивает в себе это чувство Рождающее единение в духе Только объединившись на основе любви Мы можем не просто выжить как вид в череде нескончаемых катаклизмов Мы обретаем шанс жить О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли Мифах и реальности относительно текущего положения человечества И многом другом Смотрите в разделе на канале Геоцентр Дыхание жизни Научные разработки Новые технологии Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями Можно на сайте allatra-vesti.com В статье Команда проекта «Климат-контроль» Единство в духе порождает единство в мире Если вам понравился наш выпуск Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями Подписывайтесь на наш канал И будьте в курсе новостных климатических событий в мире О климатических событиях в мире И решении климатических проблем Читайте на сайте geocenter.info А также на сайте allatradefiscience.org И в докладе ученых AllatRa Science О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле Эффективные пути решения данных проблем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok